Добрый день. Эстония перешла все возможные границы, нарушила все возможные правила и международные нормы. Из Эстонии был выдворен негражданин этой страны Сергей Чаулин, только за то, что он являлся активистом и, ну как и многие другие, любил Россию. Сергей, добрый день. Добрый день. Доброе утро еще. Доброе утро, да. Правда, еще совсем рано. Что произошло? Расскажи, пожалуйста, на каком основании? Почему? Вот одет в рабочую одежду. Ну, вообще-то так получилось, что меня вызвали в полицию, позвонили и попросили приехать за портретами, которые были изъяты год назад. Портреты участников этого бессмертного полка. Именно мы этот, ну, они хранились у меня, и меня при обыске конфисковали. Это почти год назад, да, это 26 апреля, да, во время, в день бронзовой ночи меня арестовали, и потом обыск проявили, меня конфисковали все. И вот теперь мне хотели как бы отдать эти портреты, так как они уже там, ну, они прошли проверку, что они не опасны. Ну, я на это повелся. Я как был в Робе, я думал, ну что, мне погрузят в машину два ящика, как он сказал, 200 портретов примерно. Ну, я пошел. А в Робе потому что работал, да, это рабочий день, работал... Да, 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 работал, и поэтому я был на рабочем задании, вот, я просто по дороге как раз уехал в Копле, у меня там три объекта было, и как раз в Копле там был это, на Кольде полицейский участок вызвали. Ну, все, мне там зашел, мне дали бумажку просписаться, вот, что я задержан. Я попросил у них возможность взять куртку из машины, там, какие-то вещи у меня это еще. Ну, и тогда, ну, мне ничего не дали, не разрешили, мне забрали, изъяли телефон и все документы с пустыми карманами, меня завели в другое помещение, обыскали, все изъяли, и не разрешили даже поговорить с адвокатом. И потом предъявили бумагу о моем выдворении, отправили, уведомили об этом, о депортации, бумага о депортации, уведомили об этом, и повезли меня уже в отделение полиции безопасности. Это комфорт по-нашему, другой центральный участок, там мне предъявили обвинение на 30 страницах. Вот, тут просто целая папка, куча машин. Я попытался перевести это для себя, так очень, оказывается, так много натворил, я такой, оказывается, хулиган. И вот так вот я, ну, потом меня, правда, вечер не ночью, а уже вечер, у меня где-то в 7 часов вечера, в 19 с чем-то, в 23, кажется, меня уже привезли на границу, именно вручили этот пакетик с моими документами, мобильными телефонами всем, так, и подвели к стойке паспортного контроля. Там минуты полторы девушка посмотрела, но она, правда, смотрела больше не на меня, но у меня это, а на тикту стоял сзади, потому что там такие, ну, ребята, они с документами, все так вооружены папками, и, в общем, она посмотрела на них, видно, знакомы или что, и так, он говорит, идите, ну, и я уже пошел на переход уже на российскую сторону. Вот так вот это, ну, на российской стороне уже получилось так, что они тоже не понимали, что со мной делать, у меня паспорт-то не гражданина, я не являюсь гражданином ни одной страны, я лицо без гражданства, нас в Эстонии таких много, несколько десятков тысяч, и поэтому, ну, они не знают, что делать, и поэтому со мной возились очень долго, они решали многое, я с ребятами созванивался, Алексей Ясаков помогал мне очень в этом деле, и он там звонил и договаривался, чтобы мне, ну, как-то разрешили мне звонить, потому что меня тоже там все забрали и отправили в комнату ожидания. Ну, а у меня все родственники, все друзья, все в шоке, я сам тоже в таком, ну, первый раз меня депортируют. Вот так вот все это произошло. Ну, сейчас вот спасибо Максиму Реве, он меня в Питере встретил, и помогает мне теперь тут как-то обустроиться, потому что я вообще-то одет. Куртку в итоге не дали взять? Нет, нет, не дали, они дали свою вот какую-то куртку там на границе, чтобы я не замерз, и отправили. Так вот. Слесь какая. То есть, получается, это же прецедент, такого еще никогда не было ни в Эстонии, ни в Латвии, ни граждан этих стран двух никогда никуда не высылали, это считается, что подданы этой страны. То есть, на каком основании, как они это обосновывали вообще? Ну, вот они обосновывали это тем, что я себя позиционировал как российский соотечественник, потому что входил в организацию Российской соотечественной Европы. Так, и они сказали, и поддерживал именно политику России насчет Донбасса и Крыма, неоднократно. И когда меня задержали, я спросил, за что? Он сказал, за спасибо. Я говорю, как, за какое спасибо? Он говорит, а помнишь, мы стояли с плакатом у российского посольства 22-го числа перед началом операции, это когда Россия приняла решение о Донбассе, Донецке и Луганской областей, чтобы принять их к себе, чтобы защитить. Признать их именно. Да, признали их это. И мы тогда вышли с Алексеем с огромным плакатом «Спасибо» к российскому посольству. Вот он вспомнил это отдельно почему-то. А с Алексеем, это в смысле с кем? А, Алексеем Исаковым. А, тогда с Исаковым. Ну, Исаков уже вышел. Но он, по крайней мере, гражданин России. Первый пошел. Да, он был первый. Его выдворили первым. Он стал прецедентом, как гражданин России, которого выдворили из Эстонии. У тебя ситуация такая, что первый прецедент не гражданин России, а именно не гражданин Эстонии, точнее, стал. И тоже выдворен. Ну, да, вот такое произошло. Я спросил, может быть, на Бали? Он говорит, нет, 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 в Россию. Да, почему, Дара? В России, как он выразился, так как Россия акцептирует именно этот паспорт не гражданина, как паспорт с отец сравнивают. Ну, так высказался этот представитель КПО. Они трактуют любые законы и правила в свою сторону. Это да. Я перед этим разговаривал, был на встрече с Сергеем Середенко в тюрьме, который, наш защитник, который сидит уже два года в тюрьме, был с ним на свидании. И он, так сказал, у нас законы настолько сильно попираются, особенно конституционные права, что это до невозможно, аж до того, что так вывернуть невозможно. Но они это делают. Они изворачиваются, я не знаю. Он даже, как говорится, он такой юрист, подкованный и очень так сильно подкованный. Он, потому что нас защищал, когда мы проводили первый бессмертный полк, нас хотели тогда, так сказать, наказать. И это он защищал нас, выиграли суд. Он был подкованный, да. Но он говорит, это беспрецедентно вообще. Вещи, которые с ним творятся. Ну, я убедился, что со мной тоже так же творится что-то беспрецедентное. Потому что, ну, реально меня выслать не имели права. Ну, вообще никакого, да? По всем законам. По Шеренгенским соглашениям. То есть, чисто теоретически, я так понимаю, документы же все остались на руках. Можно въехать через, ну, условно, Латвию. Ну, Латвия, наверное, нет. Там, скорее всего, галочка будет стоять. Он мне сказал, я лишен вида на место жительства полностью. Ну, то есть, получается, вообще никакого вида же и нету. Это же единственное вида на жительство. Я, вот, если бы у меня российские, россияне не приняли, я бы был бы никто. Просто реально марсианин. А не так у нас этот серый паспорт, я покажу. Это Аленс паспорт. Ну, да. Это паспорт чужого. Вот самая нижняя строчка. Аленс паспорт. Это паспорт чужого. Это как инопланетянин чужой. Знаете фильм такой был? Он в рекламе. Я в Латвии сам был негражданином. Я такой же паспорт у меня был. Я знаю, что это такое. Я потом просто гражданство взял, латвийское. А так-то, да, то же самое было. Поэтому я тоже раньше ходил с паспортом за границей. Никто не мог понять, кто я и вообще, почему я и откуда я прилетел. С какой планеты. Просто сам факт, что если нет ничего другого, то только этот документ и является основанием на жительство именно там, в Эстонии. То есть сейчас вообще непонятно, что делать. Ну, сейчас мне просто дали на 7 дней, как говорится, разрешение пребывания в России. Что там дальше будет, я пока не знаю. С этим паспортом. Есть ли тут какие-то законы. Как говорится, законы, чтобы меня законно принять. Ну, так, пока это будем выяснять. Сейчас вот в ближайшее время. Хорошо. Сейчас вот находишься в кафе, да, я так понимаю. Вот Максим Рева привез. Да, да. Тут Максим решил меня подкормить, потому что я с 12 часов вчерашнего дня, мне не было ни капли ворота. Потому что, оказывается, в России с евро делать нечего. Нужны рубли. Ну, я хотел бы, если вот сказать, если своим, как говорится, последователям, которые дальше будут, может быть, поговорять, хотел бы сказать такое, чтобы, когда их вызывают в полицию, даже хоть на 5 минут поставить подпись. Пусть они берут с собой документы. Все это деньги, как говорится, чем побольше, тем лучше. Обязательно одеты были нормально. Так, чтобы это было. Потому что выдворяют просто в раз. Не дают даже с адвокатом, не дали позвонить, а не адвокату, ничего. В общем, чтобы они были уже готовы всегда, когда идут в полицию, готовы к тому, что они будут либо посажены, либо выдворены. Потому что лучше лишний раз перестраховаться. Потому что у меня была история, когда с Алексеем Висаковым отправили. Я сам лично привез в полицию. Он мне оставил все бумаги, все документы, все ключи, все-все полностью. Оставил, и он ушел голым. В плане смысла слова, в одном, легко одетым и без ничего. Без документов, без ничего. И вот так, прямо без документов, без ничего выдворили. Ему очень трудно было. Мне сейчас гораздо легче, потому что у меня Алексей Висаков, Максим Львов. Меня ведут. Мне гораздо легче. Но просто, чтобы люди знали, что лучше идти уже подготовлены. Всегда. В Таллине остались кто? Жена, дети, внучки. Так что, естественно, хотелось бы... Ладно. Это уже так эмоционально трудно. Потому что все-таки расставание будет. У человека жизнь переворачивается с ног на голову. За несколько часов. Все полностью. Просто не получается так, что придется здесь начинать жить заново. Это в 64 года. Вот и все. Уж могли бы допенсионерить. Спокойно, нормально. Я сейчас пенсии лишат. Лишат? Нажимать, что не будет. А я тогда не знаю, на что жить буду. Пенсия непонятно. Сейчас вообще непонятно ничего. Но если они смогли выдворить своего практически гражданина, ну, не гражданина, но своего жителя постоянного, то из пенсии то же самое. Ну, да, наверное, да. Все, как говорится, меня могут всего лишить. Вот. И, ну, не знаю. Мы посмотрим. Жизнь покажет. Спасибо большое. Спасибо, что вышел. Ну, не знаю. Желаю держаться, что ли. Начинать жизнь заново. Не все так плохо в России. Тем более, все-таки та самая. Просто не очень понятно, почему эстонцы так себя ведут и так поступают, нарушая все международные правила и законы. Они свои законы так поставили, что они извратили всю Конституцию. Причем все конституционные права и эти статьи, они извратили законами. И теперь очень трудно понять, что у них. Ну, я надеюсь, что удастся добиться справедливости все-таки. Но, наверное, надо уже все-таки смотреть на Россию. Здесь хорошо. Гораздо лучше, чем там. И уж тем более сейчас в такой ситуации, которая сейчас там творится, здесь точно лучше. Желаю тогда устроиться. Всего хорошего. До свидания. До свидания. Удачи вам.